а спонсор данного выпуска реклама которую я вам не покажу и ладно шучу привет дорогие друзья с вами симбиот и мы продолжаем нашу игру прошлых двух выпусков у нас были проблемы с изображением в этом выпуске наконец-то наконец-то наладилось изображение и графика в игре и все остальное теперь у нас на максимуме также прошлый выпуск у нас был 20 часа я решил что буду делать по 2 миссии потому что игра становится тяжелее и время прохождения миссии увеличивается чтобы видео даже не растягивалась так сказать прошлых два видео во втором выпуске ладно в частности я пытался настройки видеокарты свои змеи для того чтобы повысить свой fps но fps не хотел повышаться независимо от настроек и даже если ты делаешь игру по минимальным требованиям то fps прибавляется максимум на 4 вот и поэтому пришлось действовать так сказать тому что меня позвали снимать прохождение но при этом мой компьютер не был готов к виде монтажу и прочему поэтому пришлось ставить новый процессор добавлять оперативку и естественно естественно покупать новую видеокарту можно сказать комп улучшен в два раза история того как я бегал по магазинам туда-сюда ездил и нервничал от того что компьютер у меня не включается или не хватает мне мощности или от того что он перегревается и прочего 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 очень такая насыщенная интересная но это настолько долго рассказывать что я пожалуй воздержусь давайте мы вспомним что у нас было так у нас тут исследование три дня постройки так нам нужно строить лифт тут мы чуть-чуть накосячили строить лифт и продвигаться к нашему пару чтобы построить здесь термостанцию снести электростанцию и на это место можно будет поставить лабораторию которая нам нужна для ускоренного изучения проектов здесь у нас цель дугомет так и один спутник у нас делается который пойдет у нас на китай продать мы особо ничего не можем и у нас по моему еще висела миссия до тогда у нас висит миссия мы будем сейчас ловить изгоя я по крайней мере надеюсь что мы поймаем изгоя малый скаут 5 пришельцев но миссия будет немножко нестандартный потому что там возможно вместо сектоидов уже будут летуны или дохляки не знаю как там игра выберется так что у нас тут новый получше нас никого нету да так два раненые и как я и говорил будем играть через тяжелую пехоту давайте мы наверное кого выбрать из новобранцев все мужики у нас там давайте мы шотландца шотландцы у нас гордый народ так и дугомет надо выбрать кому 44 43 так у кого больше всего воли тому мы дадим дугомет чтобы если что он не запаниковал и можно было к ним действовать тяжелой пехоте как я говорил мы будем брать цель чтобы при боеготовности он мог два раза попасть ну и два раза стреляет тоже так же правильно сюда два раза если попадет один раз и с места два раза стрелять может что ж пожалуй начнем садимся бразильские власти просят о помощи значит цель бразилия как быстро центр я рейнджер в районе крушения противник не обнаружен штурм один готов занять корабль вас понял рейнджер штурм один попытайтесь войти не успел договорить как уже наша карта загрузилась да уж оббирает делает свое дело так пехотинец не давайте мы кого-нибудь полегче выведем вперед половину крыть пока никого нет ладно ну понеслась так сектоиды да так он куда вниз слез я так понимаю так он вниз слез 30 точность плохая а гранаты мы наверное не докинем да конечно так ась попробовать ракеткой у нас ракетка есть тоже как-то не особо да так а если подбежать кинуть гранату наверно не достанет да сейчас посмотрим так кидаем гранату если отсюда то не факт да а ладно хрен с ним нам изгой ловить душно поэтому можно немножко раскошелиться давайте мы сразу убьем не будем жалеть ничего а то как прошлой миссии лажать нельзя нам будем сразу все так значит давайте мы выведем остальных вперед и наверное будем ждать боеготовности пришелец один не факт что будет атаковать но на всякий случай троих выведем вперед для боеготовности чтобы нашего открытого не убили ну да тут это немножко риск но один он все равно не убьет он может максимум ранить дымок мы дымок мы сохраним так отлично движемся дальше значит самых слабых мы убили возможно будут летуны или дохляки не знаю так корабль уже тут рядышком да тут стеночка нужно подойти к этой стеночке так чтобы никого не раскрыть ну и самим не спалиться будем играть в прятки будем прятаться 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 так никого нету половинное укрытие так ну что у нас пришельцы самоубийцы нет полезут так сразу в ход в один нет не полезут да так давайте раньше дальше то попробуем пройти аккуратно так никого нету пока не буду жать боеготовность в принципе можно уже боеготовность так тебе наверно полное укрытие и чтоб был обзор на две стороны так а ты с дугометом давайте поближе пока что поставим ага отлично ну да офигенно мы хотя бы знаем где они да мы даже видим так цель не помогла да значит в другой раз ну в другой раз мы так один наверху другой внизу вот непонятно попадет или нет купол он вроде купол но он бьет обычно не по всей этой зоне так сказать не факт что попадет по хотя вроде вот в куполе да ну давайте попробуем как я и думал попали только по одному зато у нас остался один пришелец и возможно он будет от нас убегать так половины укрытия 50 процентов что то как то после некоторых миссий где 70 процентов у нас было я вообще не доверяю выстрелу так ладно так давайте сохраним наше укрытие откроем для кого-нибудь еще одна бойца так половины укрытия есть промажем наших могут завалить по флангу нас не обойдут потому что ход слишком слишком вот длинный будет для него поэтому мы займем полное укрытие отойдем назад на всякий случай так мы увидим так он тупанул отлично так два выстрела давай так отлично движемся дальше у нас остался один изгой да обновил ком и теперь все стало плавно и офигенно да да уж вот это зум да вот это зум ладно шутки шутками давайте дальше играть подойдем к стеночке чтобы изгой нас не обнаружил хотя в принципе зачем мы боеготоны жмут ладно привычка есть привычка давайте с этой стороны что то как то не доверяю короткой дорожке нашего бойца так вот изгоя будет не очень легко поймать плен потому что он обычно убегает в сторону когда его надо поймать и так же он точно стреляет и может любого нашего убить с одного выстрела вот если с дугометом подойдет и поблизи может нашего грохнуть так тем не менее миссия в принципе быстро у нас продвигается сложности у нас не возникло спасибо тяжелой пехоте у кого есть ракетки сейчас мы будем раскрывать изгоя слышали и неизвестно неизвестно в какую сторону он пойдет отсюда с центра а так а так посмотреть вот так изгой интересно можно так обнаружить нет тут его нет нет а погодите тут какой то кружок я вижу вот он вот это что за кружок наверное где изгой зона появления изгоя так понимаю так давайте мы вперед наверно выведем какого-нибудь новобранца так укрытия нифига нету так как бы пройти миссию чтобы никого не потерять еще и поймать так если сюда встану то он даже не знаю куда он пойдет так попробуем надо отловить одну такую особь дугомет после обычных выстрелов от него не остается почти ничего так он подошел к нам поближе давайте мы его сразу раним надо же хоть что новобранца сделать так одного укрытия нету достает ли наш дугомет на него вроде как достает так ладно покажу вам одну такую штуку интересную так я отойду сюда так если что мы его грохнем если дугомет промахнется или нет или не получится показать ну ладно на словах скажу и надо для того чтобы как бы взять и пройти да ну если вам мешает стенка вам нужно сократить дорогу в принципе можно взять и отойду подальше в принципе можно взять и вот кинуть гранату да вот и тогда вы сократите свою дорогу граната пошла и того у нас будет простор для того чтобы подойти например к издой поближе и взять его в плен так ладно у нас есть подстраховка если что а вот 80 процентов я думаю все все будет хорошо готов супер как только вернетесь мы сразу им займемся все в порядке шеф отличная операция без лажи на этот раз это все что осталось от существа которые мы ловили да и мне кажется мы поняли почему датчики так странно себя вели когда мы впервые его встретили это еще что такое пока не знаю по сути это органика но сильно на магничное еще эти ткани резонируют только очень слабо в небольшом диапазоне частот пока я не понимаю как возможно вы не понимаете потому что это лежит за пределами вашей компетенции если верить вашему описанию это самая настоящая антенна которая принимает сигнал а этот сигнал его можно отследить нет не сейчас по крайней мере сперва мы должны узнать алгоритм шифрования мы этим займемся в таком случае я попытаюсь соединить этот объект с более традиционными средствами связи так мы сможем обнаружить источник сигнала похоже изучение этого кристалла важнейшая задача для всех нас да, сюжет так, отлично наш новенький еще получил повышение так, все живы отлично отлично, легкий плазмер проект у нас и плазмер который будет доступен только тогда когда мы изучим его это на пистолете уже на прошлом уже понятно нам, да было бы конечно классно его сразу взять пострелять из него но он нужен для изучения что у нас там и как всегда все у нас поврежденное ох же как же нам не везет то с этим не скоро мы видимо будем делать корабль но тем не менее плюс все равно есть в том что мы продаем и получаем деньги и я думаю на эти деньги мы построим лифт так треть не осталось сколько там у нас будет так это мгновенно но у нас три дня осталось это шесть дней и следующий наш проект так оружие техника денег нету ничего нету у нас бойцы все живы бойцов у нас две погодите они еще не пришли и придут так а сколько у нас двадцать шесть дней еще ну давайте искать новую миссию отлично ах это не только пистолет оказывается и винтовка значит скоро у нас будут лазеры и мы будем палить и разрушать укрытие нашего врага так давайте мгновенно сделаем мы называем эту разновидность пришельцев летунами ну не сложно догадаться почему наш отдел до сих пор пытается понять как пришельцы заставили органическую ткань не отторгать механические компоненты в летунах живые органы идеально взаимодействуют с механическими так защитная матрица которая нам пригодится как-нибудь в будущем так что тут у нас все очень долгое потому что нет у нас лабораторий поэтому мы будем приоритетом не всегда казалось что наука должна улучшать жизнь человечества искать ответы на вечные вопросы а пришельцы так что там дальше у нас так а у нас можно что-нибудь продать сектоиды в принципе нам три штуки только нужны потому что именно столько требуется нам на спутника военоведения труп летуна я так понимаю мы продаем устройство которое ученые даже осмотреть не успели если мы откажемся от научных исследований ради денег доктор вален будет в бешенстве да ладно тебе мы уже изучили этих летунов нам три штуки нужно защитную матрицу так ладно а дохлики нам дохлики нам как по особо не нужны я так понимаю потому что что то я не помню чтобы что то с ними делать там или хотя давайте мы посмотрим летуны сектоиды и ну и все собственно можно их продавать давайте мы их продадим тогда тоже так еще 50 бабла будет так сплавы мы не можем продавать потому что нам они понадобятся на винтовку хотя в принципе их много но все таки вот сколько стоит у нас винтовка 13 сплавов 70 сплавов нам нужно 4 винтовки на 4 бойца и получается это будет ну смотря какой класс у бойца и как раз у нас будет 40 52 да останется у нас 18 сплавов ну еще пистолет хотя это не сильно важно надо просто следить за тем чтобы патроны не заканчивались и вовремя перезаряжаться но вот снайперу да мы можем купить пистолет получается у нас 10 сплавов хотя снайпер у нас тоже нету так и медпакет нам возможно приводится в зависимости от того какая миссия будет так даже не знаю что сейчас будет у нас но нам нужно так а сколько еще раз стоит винтовка двадцать один сорок два и 10 сплавов по 2 будет 20 и будет получается у нас 71 ну как нибудь на 4 автомата мы можем выручить в принципе денег если что лифт готов к работе так пока не буду котлован вырывать все равно у нас нифига нету а 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 так теперь мы можем запускать спутники так 21 день вот было бы хорошо если бы сейчас какая-нибудь выпала миссия и мы бы могли бы продать трупов или чего-нибудь там еще и тогда мы смогли сделать бы спутник а то он 20 дней делается и мы как раз бы успели бы к концу месяца чтобы у нас было два спутника ну это если если повезет тут неизвестно что сейчас будет второй месяц так сейчас посмотрим на что там какая миссия будет так и вот ты где диспетчер есть у нас птичка поблизости Развед спутник Дельта-2 входит в зону. Готово, сэр. Вижу его. Ну и голос, а? Пусто. Нет, этого не может быть. Я знаю, она там. Тепловизор. Ну, привет. Дайте другой ракурс. Вижу. Свяжитесь со всеми наземными отрядами рядом с этой... В таком сооружении столько всего можно найти. Кстати, интересно, чем они там занимаются? Думаю, что скоро мы это выясним. Так, базу нашли. А как нам попасть внутрь? Давно жду этого вопроса. Да, сколько там всего внутри. Тебе лишь бы набарыжить, надыбать бы все тебе. Новый исследователь. Кристаллы это органические соединения, которые могут передавать сложнейшую информацию. Такую технологию можно изучать сколько угодно. Так, ага. Значит, мы можем атаковать базу пришельцев. Но готовы ли мы к этому? У нас ничего нету пока снаряжения особо. Можно только догадываться, что пришельцы делают на подземных заводах. Мы готовы заняться доступом к базе пришельцев. Скажите, когда начинать? Скелетный ключ. Должен быть способ попасть на базу. Интересно, что об этом думает доктор Шинь. Так, понятно. Нужно сначала сделать... Кажется, у меня появилась идея, как попасть на базу пришельцев. Только скажите, и я приступлю к работе. Так, сплавы мы продать уже не сможем. Потому что они требуются на ключ. Так, инженеры у нас, слава богу, есть. После первого месяца. Блин. Еще и деньги уходят. Но оружие денег не будет. Так, ладно. У нас есть ключ. Мы могли бы использовать эти технологии не только как оружие. Если бы чужие пришли с миром. Так, штурмовать базу. Я пока к этому не готов. И у нас нету ни лазеров, ничего. У нас очень маленький урон. И будет очень тяжело это сделать. Зато, когда мы... Атакуем базу пришельцев. У нас паника во всем мире... Как бы... Сведется к минимуму. И нам, возможно, даже не придется запускать спутник на Китай. И мы... Давайте мы, наверное, попробуем штурмовать базу в конце месяца. А пока мы посмотрим, какие еще цели у нас будут. Второй спутник мы не сможем сделать в этом месяце. Один спутник. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. У нас денег нету, а тут прилает аж 200. А сделать мы можем за стопы. Так, сделать мы можем за сколько? За 65. 65, 65. Так. Продадим сплавы, не будет сплавов наружи. Так, вот теперь нужно аккуратно посчитать, сколько нам чего надо, чтобы не накосячить. Так, винтовка у нас одна. Винтовка у нас 13 сплавов. И бабосы 21. 21 плюс... Ой, 13, 13, 26. И 52 нужно на отряд. Значит, если нужно 52 на отряд. Если у всех автоматы ставить. Снайпера у нас нету. Пистолет дело, в принципе, смысла нету. Тяжелая пехота у него, в принципе, и так достаточно сильное оружие. Сильнее, чем из автоматов стрелять обычных. Так, и по два раза стреляет. Вообще, у него ракеты есть, это основное. Его основное оружие. Сражаться с этими тварями куда сложнее, чем с людьми. Хорошо, что у нас есть опытные бойцы. Мультиплеер бы тебя засунуть. Так, ладно. 26, 52. Восемнадцать. Восемнадцать. Так, восемнадцать. 27, плюс восемнадцать. На четыре винтовки нам в любом случае не хватит. Может не продавать, сплавы понадобятся еще. 27, 37, 45. 45. Бобосы. Вас понял. Возвращайтесь на базу. Жду вашего доклада. Так, 45. Только две винтовки сможем сделать. Если продадим. Если продадим. Тогда у нас и сплавы, в принципе, останутся. Ладно, оставим. 52. Остальное нам нужно. Мы можем сделать два автомата. Сразу сделаем. Но автомата нам в любом случае понадобится. Да, потом в итоге мы будем играть. И у нас солдаты будут попадать хуже, чем вот этот вот доктор. Доктор. Точнее, не доктор, а как его там. Лаборант и... Ладно. Хрен на него. Так, в итоге нас нифига нету. Шторм. Нет, пока шторм не будем делать. А теперь, внимание, срочные новости часа. По сообщениям со всего мира, поведение пришельцев коренным образом изменилось. Похоже, они изменили тактику. Но зачем? Чего они добиваются? Это послание всему миру. Они говорят, что остановить их невозможно. Это видео может вас шокировать. Мы продолжим сообщать о важнейших событиях. Ждите новостей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, и тут я понимаю, что жопа к нам пришла. Акцию устрашения пропустить нельзя. Пропускаем акцию устрашения и теряем страну из Совета мгновенно. От такой миссии невозможно отказаться. Вообще никак. Но миссия самая тяжелая из всех, которые либо были до этого. И у нас всего два автомата. Так, ставим самых сильных бойцов. Кого только можем. Штурмовик. Так, у нас есть штурмовик и есть поддержка. Поддержка в этой миссии нам не очень сильно поможет. Давайте возьмем штурмовика. Так, оснащение. Берем ему дробан, потому что нужно будет урон побольше. Так, к этому штурмовику мы ставим лазер и гранаты всем. Всем гранаты. Гранаты даже тебе. Нам очень нужен будет гарантированный урон. Очень опасная и сложная миссия. Так, давай мы тебе тоже будем. Так, ну что? С богом нас. С каким-нибудь там виртуальным. Садимся. Мексике срочно нужна наша помощь. Пришельцы атаковали крупный город. Центр, я рейнджер. Принимаю сигнал. Штурмовый отряд занял позицию рядом с точкой. Жду подтверждения. Вас понял, рейнджер. Штурм один. Приступайте к выполнению. Главная задача защитить гражданских. Так, карта у нас стандартная. Это карта с мультиплеера. Но нам от этого легче ничем не будет. Потому что карта маленькая. И все пришельцы могут собраться в пучу. Здесь будет новый вид, который убивает любого нашего бойца с одного удара. В ближнем бою только. И который очень далеко бегает по карте. Можно сказать, половина хода это как весь наш срывком. Просто пробежаться без атаки. В миссиях акции устрашения главное спасти хотя бы одного гражданского. И этого будет достаточно для того, чтобы страна не вылетела из совета. Но я обычно когда играю, я стараюсь убить сначала пришельцев. А там уже гражданские они автоматически спасутся. То есть кто останется в живых, тот будет спасен. Так. Наверное сейчас попробуем спасти сразу одного. Потому что в принципе о близости. Но для начала мы просто пойдем поближе. Так, давайте какую-нибудь позицию, чтобы ракетой стрелять. Опасная миссия очень будет сейчас. Ну у нас есть лазеры в принципе. Так, драбан. Давай-ка пистолет. Ну что, далековато. Я тоже так умею. Ладно. Давайте спасем сразу кого-нибудь. Можно идти вперед. Так, один у нас есть. Посмотрим, как у нас будет игра продвигаться. Будем ли мы воевать больше или будем мы больше спасать. В зависимости от того, сколько зомбарей будет. Новый юнит также может откладывать яйца в людей. Гражданских и в наших солдат. Из них потом получится зомби. Который тоже очень много урона наносит, но он ходит очень мало. От него мы можем убежать, в принципе. Так, не будем спешить. Так, лазеры поближе. Так, ты давай, наверное, где подстраховки? Сюда. И, наверное, драбан. Даже если здесь из двери выйдут, то мы сразу в челюсть прям пропишем. Так. Ракета, ракета. Ты у нас как снайпер почти в этой миссии, да? А тебя, наверное, сюда посадим. Ага. Зомбак. Плюс один враг у нас появился. И, по-моему, здесь 12 будет юнитов. Что за шум? Это новый юнит. Которого мы пока что не раскрыли. Так, отлично, ладно. Давайте, раз уж пришельцы к нам не лезут, давайте будем спасать потихонечку. Всем внимание! Не вижу никакой аналогии в поведении разных видов пришельцев. Чёртово видовое разнообразие. Мы вообще ничего подобного раньше не видели. Похоже, у этих есть всего понемногу. Так, это критолит, да? Новый вид. Криты по нему не видят. В общем, вы можете наблюдать то, что критов нету. Это потому что, так сказать, кожа, чешуя, я не знаю, что там у него. А крисовида – это хитиновый покров, который нам будет доступен позже, когда мы убьём их после вскрытия. Штука очень полезная. В ближнем бою уменьшает урон. Ну, если судить по ним, то для них крит уменьшается. Так, значит, у нас тут ещё один есть. Так, значит, один собрался жрать гражданского, а другой будет атаковать нас. И, скорее всего, он может кого-нибудь убить мгновенно, если вот, если живой останется. Поэтому надо сразу его убивать сейчас. Ракета 4 урона. Так, сколько у него? 8, 4, плюс 3, 7. Давайте мы выстрелим из ракеты осколочной. Она увеличит, в принципе, урон по ним. И, возможно, гранатой мы их добьём. Ах ты, ё-моё, прям встали за колонну. Суки. Ладно. Значит, у нас всё вот так вот плохо, да? Неудобно. Ладно, придётся закидывать гранатами. Что ещё могу сделать? Не бойся. Давай, сваливай отсюда. Так, точности я уже такой не доверяю. Слава богу, граната ломает стекло, и мы достаем. Конечно, так нехорошо делать. Но, если вам нужно очень сильно кого-то убить, и жертв не обойтись. Поэтому всё, что будет здесь, останется в тайне. Никто не узнает, кто кого убил. Так, ты не видишь? Давай, гранатки дай тоже. Вот чё тебе надо ещё? Ну, в принципе, мы можем задеть, наверное, или нет, или мы не заденем. Ну, вот так, может быть, заденем. Давайте пробовать. Граната, пошла? Их надо сразу убивать. Отлично. Так. Не-не-не-не-не. Не доверяю я этой точности. Нет, извините, мы на высоком играем. Этих сразу убивать надо. Вообще сразу, сразу, сразу. Иначе потом зомбаки нас просто задушат. Ну, извините, что он труп, извините. Вы же никому не расскажете, правда? Отлично, минус. Надеюсь, что на этой карте у нас не будет больше крисолидов, а то они слишком крутые для нас. Мы ещё не настолько отожерны, чтобы бороться с кучей такой. Это звучит не слишком научно. Но укус, похоже, превращает в зомби. Так, отлично. Ну, как я говорил, они ходят мало. Так, ещё один зомбак, или он просто умер. Так, а я думал, стены здесь нету. Ну, ладно. Так, штурмовик у нас. Или давайте вот мы его сейчас, да, вот. Так, у него гранаты есть. Так, мы никого не раскрыли, в принципе. Давайте попробуем дать повышение нашим новобранцу. Если, конечно, сможет и убить. Так, ну чё ты скажешь? А ещё и криты. Готово. Да нет, слунатика. Так, минус. Дальше, дальше, дальше. Давайте мы поднимемся наверх. Так, никого не видно. Сразу боеводонность. Так, так, так. Ну да. Укрытия здесь нету. Неизвестно, будем ли мы видеть, если враг появится. Ну ладно. Так, чё-то я не понял, чё это было сейчас. Мы сейчас просто возьмём и посмотрим, что же там было. Вижу противника. Вот суки встали с гражданскими. Неужели у нас ещё потери среди гражданских будут? Так, так нельзя делать, но... Но... Но мне можно. Мне всё можно. Так, ладно. Гранат нету. У кого там граната была? Давай-ка ты, друг. А, хотя погоди, 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 погоди. У граната одна. Ну, 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 ну. Ну... Ну вы никому не расскажете, правда ведь? Я вам подмечиваю, да, все хорошо будет Ну давай, прогружайся Покажись Зайчик Ага, а второй куда делся? А куда делся? Второй, так, у нас скилл есть Надо их сразу валить Давайте попробуем пострелять У нас, если что Есть, на всякий случай, козырь Который можем применить Правда, можем применить только на одного Но, тем не менее Тогда будем стрелять другого Вот и разрушение пошло теперь Да, дерьмо Так, укрытие, нужно укрытие Так, нужно наверняка убить вот этого Так, вот второго Второго, второго Ракета или не рисковать А вдруг еще кто-нибудь А потом будет не хватать А вдруг он ракетой промахнется И вдруг заденет наших Потому что они здесь перед нами прям в куче стоят Нет, давайте мы подойдем, постреляем лучше, попробуем Так, хреново дело Ну посмотрим, что он будет делать Он один, в принципе, должен убегать Возможно, сейчас будет убивать гражданских Иногда такое бывает Они не бегут О! Не зря я ракетку сохранил Так, что тут нужно делать? Атаковать, что ли? Ага, да Давайте мы сделаем, что ли Или нет, или не надо Давайте просто постреляем И давайте Ну-ка, наверх можем? Не, наверх не можем И сюда тоже как-то Не, не буду ближе подходить Давайте попробуем отсюда пострелять Вдруг получится убить Вдруг повезет А там, если что, мы ракеткой Потому что звание всем нужно Звание нужно всем Так, 38 Скилла нету 54 А так, что ты скажешь? 45 Даже меньше Давайте пробовать Не хочет, да? Так Нам его срочно убивать Потому что Иначе он обойдет нас по флангу Или тот обойдет по флангу Отойдем этим бойцом Чтобы Если при промахе Ракеты В него не попасть ненароком Потому что он вот Не может никак Стреляет Непонятно Обзор закрыт И все Надеюсь, что убьем Сейчас сразу двоих Отлично Чисто Как по учебнику Значит На первой акции устрашения У нас всего 7 пришельцев Да? Что ж Отлично Так Из 7 у нас был один По сути Зомбак Значит Их было 6 в начале Обычно бывает 12 На высотной Убранной сложности Ну что Все отлично Уничтожили пришельцев Остальные у нас выжили Ну Вы же не скажете Что мы убили Троих Да? Все хорошо Ведь Мы же договоримся Пока что Без единой царапины Не зря я Всем дал пострелять О Давайте мы увеличим Зону взрывов Будем бомбить Так Что тут у нас Реаниматор Чтобы поднимать Бойцов Которые у нас Ранены В критическом состоянии Так Ну давай мы Защита Будем как всегда Качать урон Больше Так Вскрытие у нас есть И у нас Ну Летунов Продать мы можем В принципе А вот Крисолида Нет Значит у нас тут Паника Не забывайте Мы видим все Наши парни Рвутся в бой Давайте летоны Пока Еще у нас есть деньги На одну винтовку Нужно готовиться К штурму Базы пришельцев Там Сложная будет Пооперация Так Я не понимаю Зачем использовать Такие сложные Технологии Против Мы решили назвать Этот вид Крисолидами Полевые наблюдения Показали Что даже Новорожденные Детеныши Крисолидов Могут наносить Чудовищные Раны Так Крисолидов Покров 13 дней 10 дней 8 Что? Не-не-не-не Не-не-не Нечаянно Нажал Давайте Мы лучше Изучим Что-нибудь Более Нужное Давайте Мы броню Будем изучать А то Убивать Будут Нас Быстро Если что Мы изменим Исследования Подтверждаются Наши худшие Подозрения Чужие Не только Похищают Людей Им Нужно Что-то Еще Так Значит У нас Сплав Есть Все Есть Так Или Мы Можем Разрыть Так Висит У нас Миссия Штурм Мы наверное Будем В конце Месяца Ее В конце Месяца Будем Штурмовать Базу Заодно Подготовимся Потому что Штурм База У нас Уменьшает Панику Во всем Мире Так Погодите А что там Везло Спутникам Нужно Денег У нас Нет Продать Мы тоже Не можем Так Ладно Бобосы Бобосы Нужны Как всегда Нужны Бобосы Даже Не знаю Чем бы Заняться Рыть Или Не рыть Денег Нет Нет Наверное Все Так Мы Наверное Сделаем А давайте Мы Миссию Подождем Следующую Шеф Спутники Спутники К запуску Готовы Как только Прикажете Мы их Выпустим На глобусе Отмечены места Где сейчас Пытаются Похитить Людей Так Ну Как я говорил По две миссии В принципе Интересненькое У нас было В этом выпуске Эта миссия Будет В следующем выпуске Спасибо Что Были со мной Спасибо За Просмотры Подписывайтесь На канал Ставьте лайки Комменти Высказывайте Своё мнение Всем добра Пока Пока Субтитры 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 Продолжение следует...